Вместо молочных сосисок – сардельки из оленины с сыром, вместо чая – клюквенный морс. Это не ресторанное меню. Такими блюдами представители бренда «Ямалец» из Ноябрьска предлагают кормить новорингойских школьников и воспитанников детских садов. Дегустация северных деликатесов состоялась в третьей школе. Все продукты выращиваются на Ямале, соответствуют санитарным нормам. Департамент образования присматривается к производителю и ищет возможность наладить поставки. Предложенное меню оценила моя коллега Мария Федорчук. Аромат оленины и северной рыбы доносится из школьной столовой. На столах разнообразие деликатесов – сосиски, сардельки и гуляш из мяса оленя. Все приправлено кисло-сладким соусом из северных ягод. А еще консервированный пыжьян и клюквенный морс. Такими блюдами представители бренда «Ямалец» предлагают кормить школьников и воспитанников детских садов. На территории округа очень много оленя, очень много северной рыбы. Но при этом большая часть этой продукции увозится в далекие регионы. И там перерабатывается и остается. В свою очередь, очень много денег тратится на поддержку агропромышленного комплекса «Янау». Поэтому появилась такая сдача, и мы ее поддержали. Это поставка продуктов питания в школьные учреждения. Потому что даже с вами мы прекрасно знаем, что такой продукции часто в магазине даже не найдешь. Стоит отметить, что оленина или северная рыба – удовольствие недешевое. Но поставлять эти продукты в школьные столовые предлагают по привлекательной цене. Например, один килограмм оленей вырезки вместо 1300 рублей обойдется всего в 490. Столько же будет стоить и фарш. А за три литра натурального сока нужно заплатить всего 109 рублей. Старались максимально упростить. И поставляем в том числе вот такой вот гуляш из оленины. Уже блюдо полностью готовое. Его нужно только открыть, разогреть и впадать с гарниром. Вот так вот выглядит гуляш из оленины. Видите, что кусочки все очень ровные. Вот есть лучок. То есть все то, что, мне кажется, придется по вкусам детям. И очень, между прочим, приготовлено специально по технологии, что мясо очень легко живется. То есть дети не испытают абсолютно никаких трудностей. Рыбу и мясо можно приобрести и в сыром виде. С их приготовлением проблем не возникнет. Об этом позаботились представители бренда «Ямалец». Приглашенный шеф-повар покажет и объяснит принцип приготовления блюд из этих продуктов. Представленное меню весьма разнообразно. На данный момент мы пригласили фирму ООО «Ямалец», чтобы нам продегустировать мясо оленины. Все, что с этого мяса тоже можно сделать. Это и сосиски, и сардельки. Привезли очень большой выбор. Это морсов, это из красной смородины, с облепихи. От этого мы сейчас все дегустируем, пробуем. И хотели бы это все внедрить в наши школы, в наши детские сады, чтобы наши дети именно ели и мясо, и северные дары природы, именно нашего севера. На новом меню для школьников трудятся предприятия разных городов и регионов. Например, тушки оленя отправляют в Тазовский район. Там из них делают фарш и вырезку. По специальному заказу сосиски готовят в Нижневартовске. А ягоды из Пуровского района отправляют в Тюмень. Там делают сок. Педагоги к предложенному меню взыскательны. Они внимательны и придирчиво пробуют каждое предложенное блюдо. А после выносят свой вердикт. Местные продукты пришлись по душе. Очень вкусные сосиски. Мы уже все оценим с позиции того, что можно будет завести меню для детей. А ленина тушеная, полуфабрикат. Тоже очень вкусные. Ну и соки. Соки прям чувствуют из настоящих ягод. И брусника, и клюква, и смородина. Это облепиху еще не пробовали. Ну попробовали, наверное, все. Мы здесь. Очень вкусно. Я думаю, ассортимент хороший. И для детей, я думаю, будет неплохо им. Вот. Поэтому и сосиски они любят. Вот. И сортиметки. Ну так как, да, один раз в месяц у нас дошкольники дают сосиски. Вот. Поэтому, я думаю, им понравится лучше. Сок, вы знаете, я думала, будет больше напоминать воду. Нет. Очень концентрированный, хороший сок. Блюда из северных продуктов не только вкусные, но и полезные. Они содержат большое количество витаминов и минералов. В суровых условиях это поможет школьникам и воспитанникам детских садов поддерживать иммунитет. Мария Федорчук, Николай Александров, служба новостей «Импульс».